Дорогие друзья, подписчики, я давненько уже не выходила, потому что есть свои ситуации, есть свои проблемы, есть свои печали и невзгоды, и в это время я стараюсь уединяться с Господом. Написано, что вот тьма покроет землю и мрак народа, а над тобою воссияет Господь. Друзья, мы не должны печалиться, унывать, мы сейчас должны готовиться, не бояться, куда нас отошлют, отведут, отгонят. Вот, главное, мы должны быть готовы, главное, мы должны пойти, куда бы нас ни гнали, но лишь бы не пойти на, не войти в ногу с системой этого мира. Друзья, уже не будет на земле хорошо и приятно, как было раньше, уже будет все новое. В 24-м году будет уже правление Антихриста, поэтому, дорогие друзья, мы должны готовиться. Не обращайте внимания, уже нет разницы, есть у вас елка, нету, какой день вы празднуете, субботу или воскресенье, кушаете ли вы мясо или нет, обрезаетесь или нет. Нет, уже это все не имеет значения. Сегодня имеет значение, куда бы нас ни повели и ни погнали, пойдем ли мы или устрашимся и протянем свою руку к этому миру. Друзья, я просто хочу всех утешить, ждать до конца, терпеть, надеяться и ждать. В Слове Божьем Бог обещает, так как ты в терпении сохранил себя в Слове, так и я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю Вселенную, дорогие друзья. Друзья, мы в терпении должны ждать до конца. В терпении мы ждем до конца и соблюдаем себя в любви, в чистоте и в святости. Примиряемся со всеми, если возможно, это с нашей стороны. Всех прощаем, всех любим и готовимся, друзья. Уже времени нету. Мрак и тьма покрывают еще больше и больше покроют эту землю. Мы должны как никогда запасаться маслом, стоять в истине, стоять в вере, дорогие друзья. Что бы ни было, что бы ни случилось, мы стоим в вере, мы стоим в истине. Без никаких правил, без никаких обрядов, ищем Господа силы и славы Его. До встречи, дорогие.